Мы уже в Волгограде, это кальянная ДК Тайм, а-ля Дом культуры. И он походу реально находится в Доме культуры, да? Ну, типа да. Типа да, это, короче, у нас Макс, это мой сегодня помощник, который будет забивать, а я буду просто курить и говорить, как это хуёво или как это бездата. На самом деле он тоже будет курить. И вон там тоже сидит Максим, и он тоже будет курить. И вон там сидит Халк, он тоже будет курить и говорить. Его тоже Максим зовут? Нет. Он майор или лейтенант? Кто он там? Нет, вот, за тебя. За тебя. Короче, этот. Ставим угли, короче, смотри, у нас есть вот такой вот табак, Fairy Tail Mist. Это типа какая-то ебучая дымная фея, что-то такое переводится. А, у нас есть пять вкусов. А, это у нас Кинич Ахау. Кинич Ахау. По таким вот рисуночкам. Это у нас апельсин. А, у нас есть Кока с Паблом Эскобарой. Я вначале подумал, что это, ну, вкус кокаина там, да? Прикольно, не прикольно же. А, на самом деле, это Кока-Кола. А, у нас вот такие вот треугольнички, 100-граммовые. А, есть еще Мариачи. Мариачи, это у нас кактус. Есть у нас еще вкус, так, 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 так. О, а, вот есть бач. Есть вкус бача. Это у нас земляника, и тут такая пинап-девочка нарисована, да? И есть вкус set fruit, грустный фрукт. Это у нас маракуйя. Собственно, на что мы будем забивать? Ну, давай, давай. Ну, вообще на облаках работаем. Давай, на облаке, так, на облаке. Какой вкус будет первым у нас по счету? Ну, давай апельсин. Апельсин? Все, давай, апельсин, так апельсин. Хочу, да, да, это называется челлендж. Fairy Tail Challenge. А, да, а теперь, а теперь, а, упакуй обратно. А ты упаковывал, да? Я пытался. Короче. Ну, ладно, короче, ждем, пока Макс забьет. Мы это все прогреем, раскурим, и скажем, что это за вкус вообще, что это за табак в конце, когда все вкусы прокурим. Хороший, плохой, пока непонятно, я его еще не курил. А, да, кстати, ну, интересная вещь. Почему-то все в 33,3-граммовых пакетиках на 100 грамм. И почему-то пакетики не герметичные. То есть, да, они вот текут, вот так, вот, вон там доказательство, да? Либо это все от рук упаковщика, который одновременно и мешает, и фасует его. Так, оказывается, ребята-то его курили здесь. У них, оказывается, была презентация, и Макс говорит, что это похоже на старый-старый Dark Side. И, наверное, апельсин ему больше всего понравился на дегустации. Раз ты за него схватился, так. Ну, короче, вот такой вот он консистенции, немного прозрачненький, вроде табачный лист. Ну, аромка прикольная, на апельсиновый леденец, похоже. Да. Который шок-шоковский, помнишь, что внутри першило. Ну, ладно, сейчас, короче, взорвем, посмотрим, как все дымит, как это будет быстро раскуриваться и так далее. Макс, на скольки в углях в Волгограде курят? На трех. На трех, комфортненько, как в Москау. В Москау. Не знаю, как курит Москау, ни разу не будет. Я вообще не выездил с горла. Могу четвертый поставить. Сколько греем? Минутки две, три, четыре. На чем курить будем? Давай на ДС. А, ну новые же, новые, не обкуренные. Ты сегодня босс, поэтому ты взрываешь первый. Неписанное правило, ребят, кто забивал, тот и взрывает. Мы уже поставили наш апельсин от Fairy Tail. Че, как? Мне кажется, он не догрелся. Не догрелся? Ну, а первое впечатление от первой тяги? Ну, чем-то отдаленно напоминает описание. А по ароматике как? Ну, в общем, целая, химозная, не химозная? Нет, мне кажется, не химозная. По крепости на первых тягах? Деск. Деск. Ладно, попробуем сейчас. Давай, запаковывай. А силу можно применять? Да. А если с коробкой что-то случится, ничего страшного? Нет, ничего страшного. Челлендж провален, блядь, просто эпично. А, ну, короче, я вот вроде раскуриваю, но как бы уже вроде раскурилось так. Апельсин очень похож реально на оранж-соду. Прям, как я и говорил, апельсиновые леденцы вот эти. По крепости довольно-таки неплохо и главное, походу, вроде не химозно. Я тебе дам попробовать, ты попробуешь там. Ну, по крепости шестерочка. Вот, ну, вот чуть-чуть, наверное, до ДСК все-таки не дотягивает. Может, это из-за фанова? Может, поэксперимизировать. Ну, кстати, запах из пачки и ароматика, они отличаются. Ну, естественно, блядь. А вот здесь апельсин я не чувствую. Я чувствую нотки какие-то апельсиновые. Ну, да. Ну, крепость, я бы не сказал, что это ДСК. Чуть ниже ДСК. Ну, как, неплохо. Да, ну, имеет место быть. То есть, если бы я мог такой заказать, как вариант. Ну, все, мы с апельсином, короче, разобрали. Сейчас еще чуть-чуть попахтимого и попробуем, кстати, вкус выбрать. Мы, короче, ну-ка, доебаться решили и взвешать. Десять грамм. Десять грамм. Так, стоять, блядь. А тут написано сто. Тут написано сто грамм. Ну-ка. Сто грамм, блядь. А как так, блядь? Ну, это с пачкой. Стой! Я-то этот вкус открывал уже, блядь. Погнали. Погнали дальше, блядь. Не доебались, я забыл. Короче, блядь, открыли мы Кока-Колу. Тут уже два заместо четырех пакетов. Ну-ка, один пакет 65. Второй пакет 50. Ну, плюс. Ну, плюс. Нихуево. Короче, сейчас мы, наверное, найдем 10 по 10 грамм. В одной мы найдем один. Специально, наверное, такая наебка. Это у нас Кока-Кола на убивашечке. Похоже, что баба тебе сказала, типа... Я, короче, сделал клизму, давая на алты, такой решил пальчиком вначале разработать. Ну, да. А там... А, сюрприз жидкий. Наебала. А там... А там Кока-Кола. А там Пабло Эскобар, нахуй. Месит, блядь. Мне кажется, это не будет кучиться на убивашечке. Это будет что? Пиздец. Мама, это пиздец. Просто завали ебал, иди домой, не глядывайся. Ну, да, жиденько. Жиденько. Как любим, прям. Ну, короче, сейчас производитель написал за счет этой жидкости. Он сказал, что ее, типа, уже убрали. И, да, надо было снимать быстрее обзор. Прошло уже 3 месяца, блядя. Это мой косяк. Ну, не суть. Значит, на жидкость что делаем? Не обращаем внимания. Или забиваем хуй. Или забиваем хуй, как обычно. Погнали. Главное, чтобы ароматика и крепость хорошая была сейчас. Вот здесь. Так, я решил нарушить правила. И взорвать первым, короче, Кока-Кола. Где мой нож? Кока-Кола свежая. Но там реально не написано, что это Кока-Кола. Там написано, что это Кока. Да. Возможно, Кока есть такая Кока. Ароматика плотная. Немного есть. Травянистая тоже есть, кстати. Как микстурка. То есть вкус себе и сам. То, что почувствую, то и есть, да? Я не знаю. На, Макс, цепляй. Попробуй. Мне кажется, это Кокаин. Кокаин? Я просто как бы, ну, Кокаин не употребляю. Мне просто нравится его запах. Ну, Кола, это не прям Кола. Ну, это травянистая, это Кока. Кокаин, конечно, тот самый же цветок. Мне кажется, да. Ну, прикольно, вказу. Ну-ка, дай этому. Ха, вон тому дай. Вот этому. Возьми. Вот для убивашки, мне кажется, не готянь. Вот опять я сравниваю с, допустим, с Оло-ложкой. Что-то схожее есть. Потому что ложка тоже, она прям не совсем Кола. Там есть какой-то оттенок. Да. Она, ну, очень схожа. По курению. Вот именно как она пахнет из пачки. Как она курица разная. И вот именно похоже на Оло-ложку. Ну, а что, вкусу плюсик? Как, есть прикольный? Ну, не заедем. Да, да. Ну, он какой-то необычный. То есть, если, допустим... Ну, он не крепкий сам по себе. Вот я курил на убивахи на 4-х углядах. Главное, чтобы по горло не ебашь. Нет, по горло не ебашь. Это главное. Ладно. Какой следующий вкус ты хочешь? Я хочу кактус. Кактус? Да. Где он? О, нет. Кактус. Он называется у нас... Морячий, ладно? Бьем морячий. Посмотрим, какие там пачечки внутри. Сюрпрайз. Сколько? Кактуси. Сколько пакетов? Два пакетика. Два. Ха-ха-ха, 60. Ну, 56 было. 56. Ну, короче, грубо говоря. Да, соточка есть. Давай этот забьем на апгрейде. Это у нас кактус. Короче, да, здесь... Ну да, воду они убрали, сказали. Но ведь первый был не такой водяной. Когда мы забивали его, может быть, партии просто разные. Может быть. Ну, ладно, короче, просто ждем сейчас наш мастер-макс. 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 Забьет. И мы покурим кактус. Это у нас кактус. Я не кактус. Ты кактус, братан. Подушку, наверное, рвешь, блядь, по ночам. Слушай, ну, это кактус отличается от всех кактусов, которые были. Которые я вообще курил. Он в конце отдает дюшевцам. Либо что-то реально кактусовое такое. Что-то я пробовал, похоже. Ну, какой для тебя идол кактусов? У какого производителя? Кактус. Ну, нет. Нет идола кактусов. Нет, да, такого? Ну, слушай, необычно. Травинище-то реально кактусовое. Резкости чуть-чуть не хватает. Вкусу чуть-чуть не хватает. Реально кактус. Вот. Попробуй затянуться и прям медленно выдыхай. Вот так сделай его прям. Прогони. Вот так. Как будто смеешься. Да, да. Ну, да, кстати, дюшевц чувствуется какой-то такой. Вот такой вот. А вот траву сейчас второй раз ты будешь чувствовать уже прям реально какую-то кактусовую дрянь, блядь. Как будто сок из-под кактуса пьешь. Ну, он такой, после вкуса остается. Да. Ну, блядь. Какого-то зеленой-зеленой хуйни травы. Да, да, вот какой-то травы, блядь. Ну, это прикольно, по крайней мере. Знаешь, что-то незаезженное такое. И даже вот, ну, а если, допустим, взять какой-то аналог, но по вкусу я вот, ну, не могу сопоставить. Нет факта, нет факта, да. Аналога нет такого. Короче, с кактусом мы разобрались. Довольно-таки прикольно и интересно. Следующее, что мы курим? Землянику. Да, в чистый. Давай потом следующий вкус маракуйя замешать попробуем. Да нет, давай все чисто. Надо все чистое прокуривать. Давай, братан. Ебаш землянику, это буч. Бач. Пахнет. Пахнет вонючкой из моей машины. Химозной? Не-не-не, наоборот вкусной. Вот садишься, у меня прям запах в тачке такой же. Ну, он такой, у кого-то немного пленноват. Есть такой шум. Причем сладость она такая, как терпкая, что-то. Да. Я болею просто, у меня горло болит, пиздец. А мы, короче, ну, Макс. Мистер Макс решил въебать 6 углей. Заодно проверим жаростойкость. Но, как заявляет производитель, жаростойкость у него такая, ну... Когда с лентяем, блядь, делать колодец, а терз переделывает. Ну, давай вердикт по землянике, ты тут один стоишь и пахтишь. Блядь, это вкусно. Реально? Да, это прикольно. Не, ну, запах я чувствую прикольный здесь. Но жаростойкостью не то, что происходит. Сейчас, уснул все, Волгоград, нахуй. Иди башню, блядь. Ну, вкус, да, такой терпкий. Прикольный. Необычный. Я, на самом деле, здесь землянику никогда в жизни живую не пробовал. Я не знаю, что такое земляника. Я знаю клубника, Малина, а земляника, черника, знаешь, такое. О, да, да, да. Ну, прикольно. Вкус необычный. На че похож? Ну, попробуй, давай. Да не, на ваташку не похож. Че? Нормально вкусно? Серьезно, да. Ну, блядь, фейритейл. Я думаю, кажется, хуйнюдой какой-то, нахуй. Ну, такое, блядь. Ну, бля, заебись. Ну, блядь, я тебе, знаешь, че скажу? Что, если сравнивать, да, с обычной землей, которую кушаем, она не та, она здесь более сладкая. То есть, ну, какой-то... Не, ну, естественно, блядь, подслащивают. Возьми манго от Дарксайда, блядь. Ну, манго таким не бывает, манго лэси таким не бывает, блядь. Ну, она реально вкусная. Блядь, я бы ее в чувстве. Вот так, этот колен оставляем, нет? Давай, братан, бей маракуйю. Так, это у нас маракуйя. Блядь, открытая, твой пакет нюхаю, руки, бля, упаковщика, нахуй. Блядь, яркая. А, короче, взрывай уже, ладно. Хотел сказать, короче, что буду взрывать первый, ну, ладно. Ну, как, маракуйя? Очень травянистая. Нормальная. То есть, я люблю, на самом деле, травянистую маракуйю. Короче, я люблю манго травянистая, маракуйя. Такие, естественные, больше вкусы. Че, как? Блядь, я люблю такие травянистые вкусы. А? Я люблю такие травянистые вкусы. Тебе нравится? Ладно, шо, пойдем, подведем итоги всей этой дрочки, что мы курили. Это табак фейритейл мист. Пойдем сяем. Будем. Подведу итоги, короче, что к чему там. Ну, блядь, прикольно. Ну, да, пускай так же. Сука. Пятый проебался где-то, блядь. Ну ладно. Нет, темно, братан. Оставь, как было. Короче. Покурили мы фейритейл в ДК Тайм в Волгограде. Ребята быстренько отреагировали, потому что я искал барную стоечку, где можно снять обзор. Скажу так, я ожидал намного хуже, чем мы покурили. Я ожидал какую-то дрочку а-ля Химка, где-то что-то замешано в Подмосковье. Но получилось довольно-таки неплохо, хорошо. По крепости я бы вот немного, вот я прокурил вот пять кальянов. И я точно убедился, в крепости это шестерка, наверное. Даже пять с половиной, такая вот, знаете, чуть ниже средней. Чуть-чуть ниже. Вот средняя и чуть-чуть ниже. То есть максимально комфортненько. Ребята вкусы закатили. Мне тоже многие закатили, как бы, и вот чуть-чуть в некоторых вкусах не хватает яркости. Потому что, скорее всего, табак будет теряться, возможно, будет теряться, по моему мнению, субъективному, что он будет теряться во многих вкусах с другими табаками. Потому что там преобладает больше именно такая жесткая мультяшная ароматика. По жаростойкости средняя. Не прям, чтобы вау, но средняя. Я думаю, все, давай ты скажи, что там. Я хотел сказать, что, допустим, вот смотри, на перегреве, мы сейчас чуть-чуть чашку перегрели, он курицей менее комфортный, то есть какой-то привкус остается. И еще, допустим, если использовать в кальянах, то это однозначно только фаналы, потому что очень сиропа много. Надеюсь, производители поменяют. Ну, да, он вроде как написал. Да, и в целом табак имеет место быть вкусу, есть яркие, которые в миксах, я думаю, не потеряются, и будет себя вести адекватно. Субтитры создавал DimaTorzok